Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об особых методах увеличения урожая смородины и крыжовника для получения колоссального урожая, для того, чтобы ягодами вы были завалены просто с ног до головы. И смородины, и крыжовники являются очень-очень полезными ягодными культурами, поэтому, конечно, они очень популярны. Ну и, безусловно, иметь один куст с очень большим урожаем гораздо интереснее, чем иметь три куста с довольно скромным урожаем. Поэтому все мероприятия, связанные с увеличением урожайности смородины, являются очень-очень важными. О подкормке смородины мы уже в этом сезоне с вами говорили, весенний период. А есть еще другие очень важные факторы урожайности, которые вы не должны забывать и о которых необходимо беспокоиться. Очень важным приемом для увеличения урожая смородины является правильная обрезка. Вот посмотрите на этот кустик. Он в начале вегетации не имеет ни одной ветки, которая была бы наклонена к земле. Даже когда она вот так вот наклонена, эта ветка уже лишняя. Наши бабушки, дедушки по-другому выращивали смородину. Они делали загородку вокруг смородины, чтобы нагруженные ягодами ветви не склонялись к земле, не пачкались и не портились. Современные сорта смородины, тех уже, считайте, ни у кого не осталось старорежимных, современные сорта смородины требуют правильной интенсивной обрезки. Посмотрите сведения о способах обрезки смородины, правильной обрезки на нашем канале. Следующий фактор, который очень влияет на урожайность смородины, это борьба с болезнями и вредителями. Одновременно с тем, как просыпаются почки на смородине, сюда приходят и многие вредители, начинают атаковать эту смородину. И, конечно же, с самого начала смородина должна быть защищена. О способах защиты от болезней вы также можете посмотреть ролики на нашем канале. Различные искореняющие обработки, обработка с помощью монофосфата калия с гипохлоритом, с отбеливателем белизна и другие способы. Каким способом вы будете защищаться от болезней или вредителей? Может быть, вы от вредителей выберете какие-то инсектицидные препараты, может быть, вы выберете мыльно-масляную эмульсию. Лучше всего выбрать усиленную мыльно-масляную эмульсию. Посмотрите также ролик на нашем канале об этом. Это выбирать вам. Есть разные способы под каждую технологию. Под органическую и природную, под традиционную и химическую. Но в любом случае мероприятие по защите смородины надо начинать уже с весны. В какие сроки именно стартовать защитные мероприятия, мы обязательно расскажем вам в следующем выпуске. Ну а сейчас я продолжу. Следующим мероприятием, связанным с увеличением урожайности смородины, является, безусловно, обеспечение ее опыления. Опыляют смородину преимущественно шмели. И если вы создадите на своем участке благоприятные условия для развития шмелей, в этом случае вы будете уверены в том, что у вас будет большой урожай смородины. Ну, пчелы также посещают смородину, поэтому если есть рядом пасека, ульи, обязательно у вас будет хорошее опыление. Следующим фактором, связанным с увеличением урожая смородины, является использование специальных мер, направленных на увеличение завязываемости ягод. Не секрет, что в природе завязывается ягодка не из каждого цветочка. У яблони не больше 30, ну максимум 40% цветущих цветков дают яблоки. Это даже если не учитывать повреждения цветоедам. У смородины также не каждая кисть и не каждый цветочек может превратиться в ягодку. Поэтому необходимо применять специальные подкормки, связанные с увеличением завязываемости. Одной из важнейших таких подкормок является борная подкормка. Борную подкормку, а именно 10 грамм борной кислоты надо растворить в 10 литрах воды. Легко запомнить 10 на 10. И туда можно добавить хорошую столовую ложку аммиака. Когда произойдет реакция, образуется борат аммония, который еще более эффективен, чем борная кислота, будет обеспечивать растение бором. Такую подкормку надо делать обязательно по бутонам и цветкам. Это обеспечит очень хорошую завязываемость ягод. Кроме того, если в период цветения смородины крыжовника будут возвратные холода, и не будет обильного хорошего лета пчел, то эта подкормка растянет период цветения, защитит цветочки, защитит пыльцу, защитит пестик от повреждения холодами. И таким образом вы также добьетесь очень хорошего урожая смородины. Также вам можно использовать вот такой вот препарат, который называется гулливер. Препарат гулливер в своем составе содержит бактерии, живых бактерий, которые способны выделять естественный гормон растений гибереловую кислоту. Про гибереловую кислоту все знают, может и не знают, что это гибереловая кислота, но все знают, когда пользуются препаратами бутон и зависть для увеличения завязываемости томатов и повышения их устойчивости к неблагоприятным факторам, к стерилизации цветков, в частности от жары. То же самое вещество, только не химически синтезированное, а синтезированное бактериями, содержится и в этом препарате. Кроме того, бактерии, нанесенные на поверхность листьев и цветков, способны выделять эту гибереловую кислоту в небольших количествах продолжительный период времени, что гораздо лучше, чем препараты бутон и зависть, потому что этими препаратами вы резко, однократно действуете на растения, оно также попадает в стресс, ну как будто дать высокую дозу витаминов. А здесь это происходит совершенно естественным путем. Препарат Гулливер также обладает защитным действием против болезней, а также хорошей стимулирующей активностью в отношении последующего роста побегов уже в период после уборки ягод. Но им как раз надо будет после уборки ягод и обработать ваши кусты. Таким образом, соблюдая правильную подкормку, соблюдая правильную обрезку, соблюдая правильные методы и сроки защиты смородины от болезней и вредителей, а также применение специальных мер, направленных на увеличение завязываемости плодов, вы можете получить, вот соблюдая все это, действительно колоссальные урожаи. Ну и, конечно, не стоит забывать, что у смородины, обладающей поверхностной корневой системой, очень плохая устойчивость к засухе. Поэтому стоит проливать кусты в том случае, если смородина испытывает дефицит влаги. В весеннем периоде зачастую такого не бывает, но уже в летнем периоде, когда смородина созревает, зачастую она страдает от нехватки влаги. Когда мы говорим о засухе, безусловно, мы должны вспомнить и о мульче. Мульча под кустами, скошенной травой, соломой, сеном, корой является прекрасным способом сохранения удержания влаги в почве. Поэтому мульчирование под кустами смородины является также важной мерой по сохранению влаги и обеспечению колоссальных урожаев. Ну и лето 2020 года во многих регионах, в Беларуси так точно, ну и в нашей климатической зоне, на Российскую Федерацию также распространится. Эта проблема лето будет очень засушливым. Поэтому вам надо обязательно подумать об адаптогенах. Иначе от этой жары и засухи ягодки, несмотря на все ваши усилия, могут просто обвалиться. Поэтому адаптирующие препараты, например, такие как Максимун, являются лидерными для увеличения устойчивости растений, в том числе смородины, к засухе и другим неблагоприятным факторам. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь этими методами, пользуйтесь этими способами для того, чтобы получить колоссальный урожай и завалить себя, друзей, родных и близких, большими урожаями, ценных ягод. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Надеюсь, эта небольшая лекция, прям что энциклопедия по увеличению урожая смородины вам не только понравится, но и вы возьмете ее на заметку для своих урожаев. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok